В нашей семье существует два любимых святых, почитаемых. Это святитель Николай, чудотворец Мирликийский. И еще один святой. И еще один святой, священный мученик Харлампи, который я почитаю. Однажды, взяв в руки календарь, Валентина Беляева обнаружила, что 23 февраля, в день памяти мученицы Валентины Кисарийской вспоминают и еще одного святого, священномученика Харлампи. В 92-м, 93-м годах я хотела было купить икону, но нигде это было невозможно купить, потому что православные выставки все были, никто не знал об этом. Я думаю, ну все, ко мне придет эта икона каким-то чудесным образом. В 90-е годы вместе с мужем они помогали возрождать Варницкий монастырь в Ярославской области, построенный еще в 15-м веке на месте родовой усадьбы Сергия Радонежского. Это сегодня белокаменные стены и величественные соборы, видные издалека. А тогда монастырь буквально восстанавливали из руин. На улице стою, там хожу, и ко мне подходит Харлампий. Там был такой монах, не монах он был, даже просто послушник Харлампий. Оказалось, что он родом из Греции, и дядю его зовут тоже Харлампий. Ну и посетовала ему на то, что я никак не могу купить икону священномученика Харлампия. Он говорит, сейчас приду, стой, подожди меня. Значит, приходит и несет мне иконочку священномученика Харлампия. Говорит, вот это тебе. Сегодня этот образ хранится у Елены дома, а прежде был в алтаре часовня святого Харлампия в Греции. И когда послушник приехал в Варницкий монастырь, то привез с собой и образ любимого и весьма почитаемого в Греции святого. Священномученик Харлампий был епископом римской провинции, города Магнисия. Во время одной из проповедей его, уже седого старца, в возрасте 113 лет, схватили и представили на суд римского военачальника. Престарелого старца, пожилого человека, влачат через весь город и начинают его мучить, издеваться, избивать, сдирать кожу. И даже живого места фактически на нем не оставляют. А Господь чудесным образом исцеляет его, вновь дает ему исцеление, жизненную силу, энергию для того, чтобы дальше и дальше проповедовать Христа. В отместку римские военачальники приказали обезглавить престарелого епископа. И перед самой смертью священномученик Харлампий молился Господу и сам Христос явился ему и сказал, проси у меня все, что ты хочешь. Священномученик Харлампий попросил, чтобы на месте, где будут его святые мощи, было всегда благоденствие, было благословение, и чтобы люди, которые приходили на это место, получали исцеление, прощение грехов и благословение Божие. Вот и Валентина в трудной ситуации не раз пробегала к помощи святого Харлампия. Отец Валентины ветеран войны, поэтому в их семье одним из важных праздников был и остается 9 мая. У нас не оказалось денег, чтобы сделать стол. Мы обычно этот стол делали, ездили на дачу к родителям и делали хороший стол. К 9 мая у нас не оказалось денег. Мы все облазили, все обсмотрели, все закутки, все закоулочки. Вдруг где-то что-то там куда-то положили случайно. Наш кошелек, это первым делом он просматривается, там их не было. Тогда Валентина стала молить Господа и святого Харлампия о помощи. И вот буквально за один день до 9 мая мне звонит моя знакомая и говорит, дай мне телефон там такого-то человека. Я говорю, хорошо, сейчас. Этот телефончик у меня был записан на листочке и лежал у меня в кошельке. Я открываю кошелек и там лежат деньги. Там лежат деньги, которые как раз нам хватило на то, чтобы отметить 9 мая. Это было чудо, просто самое настоящее чудо. Каждому человеку на пути его жизни необходимо подкрепление в его вере. И эти подкрепления в вере на самом деле они даются каждому христианину. Каждый человек, который искренне обращается к Богу, получает ответ от него. Это было уже далеко не первое и не единственное чудо в истории их семьи. В трудную минуту они всегда надеялись на помощь святых и Господа. Вы знаете, сколько этих чудес со мной происходило? Их очень много, их великое множество. Мне кажется, что это постоянная жизнь любого человека, который живет по вере. Мы так живем. Действительно, бывает такая ситуация, что детей нечем кормить. Как-то вот так складывается, молишься и Господь посылает все, что нужно. В семье Валентины особо почитают еще одного святого Николая Чудотворца, который не раз приходил на помощь ей и близким. Эта икона нам досталась от семьи. Она нам переходит из поколения в поколение. Бабушка перед этой иконой молилась. Вот, эта икона, она... То есть ей больше столет. Ей больше столет, значительно больше столет. Валентина помнит, как однажды на их улице на окраине Москвы начался пожар. Дома были все сплошь деревянные и стояли очень близко друг к другу. Все горит, да, вот огонь полыхает, все, все сейчас захвачено будет. Все, да, вот ваше жилье сейчас сгорит. Вот через пять минут его не будет. Беда оказалась неминуема, и тогда на помощь пришел святитель Николай. Моя бабушка Анастасия, когда начался пожар, она взяла эту икону и пошла крестным ходом обходить округу всех домов. После чего ветер, который дул на все дома, остановился. Ветер вот просто остановился, стал дуть в совершенно другую сторону. Таким образом все дома были спасены. Когда отец Валентины был на фронте, бабушка тоже молилась Николаю Чудотворцу. Это и уберегло отца от гибели, когда их взвод оказался в окружении, уверена Валентина. И когда он бежал, вся шинелишка была, она распахнутая так была, и вся шинелишка была вся прострелена, вся была в дырочку, вся-вся в дырочку была. Но его не тронула пуля, его не тронула. А когда родилась дочь Маши, стало ясно, любовь к святителю Николаю в этой семье передается по наследству. Я еще ни мама, ни папа не говорила, но со святителем Николаем у меня были свои какие-то, я не могу это объяснить, какие-то свои связи небесные. Она с такой радостью, вот-вот хлопает там, святитель Николай, друг, это был ее друг. Когда мне подносили икону святителя Николая, я очень радовалась, мне было как-то светло, тепло на душе. Это был мой святой прям. Ну это как с другом она общалась, вот как с другом, вот она его очень любила, очень. Когда в детстве очень хотелось поехать на море, она просила Николая-чудотворца устроить это путешествие. И, скажем так, говорила, хочу на море, хочу на море, ну, как это говорят обычные маленькие. Но мама говорила мне, молись. Я просила святителя Николая, и так получалось, что мы три года подряд, прям каждый год мы по молитвам святителя Николая ездили на море. В этой семье знают, что не только в трудностях, но в любом деле могут обратиться к святому Харлампию, святителю Николаю, к Господу. И их услышат. Ольга Шерстобитова, Алексей Чичварин, Анна Мешкова, телеканал «Спас».